Исследователи обнаружили штамм коронавируса B1 января 529 года, содержащий 32 мутации, в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В России этого штамма пока нет, но если вирус покажет себя заразным и устойчивым, то его вероятность переноса в Россию вырастет. Как рассказал РИ о новости руководителя одной из научных групп ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, всего обнаружено 10 образцов, но скорее всего реальное число уже гораздо выше. Как пояснил Камиль Хафизов, из-за большого количества мутаций в гене С-белка нового штамма, эффективность существующих вакцин может снизиться. При этом нельзя сказать, что вакцины или антитела вообще не будут защищать, сказал Хафизов. Ученые продолжат выяснять свойства нового штамма в ближайшие недели. Российские тест-системы на COVID-19 способны выявить штамм Ботсвана, рассказал Камиль Хафизов. Практически все разработчики тестов стараются избегать использования в качестве мишени гена С-белка, сказал Хафизов. Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении штамма коронавируса, который может иметь высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе смотрим.